Здравствуйте, дорогие друзья! 126 Псалом. Первое, что нам известно о нем, это его читают женщины, у которой бывают выкидыши, и это одна из самых таких вот известных и действующих сгулот, которые есть об этом псалме. Вообще написано об этом псалме, что он как бы разрывает такое, вот знаете, когда смотришь вдаль, вдруг раскрываешь и видишь вдаль. Написано, что он написывает времена, когда откроется уже Всевышний и разрешатся все противоречия и знания, и долгие даже тысячелетия скитания покажутся промелькнувшими. И так ведет, написано у нас к нашему кончательному избавлению. 126 Псалом. Первый посылок. Когда возвращал Бог, мы были как во сне. Это знаменитые слова, очень известные. И во сне все смешано, все странно, оторвано друг от друга. А просыпаясь, начинаешь выстраивать картину. Вот то-то, то-то видел я и понимаешь, почему было так. С приходом избавления станет ясно все, что происходило на земле. Об этом описывается. Что еще написано? Написано, что тьма исчезает перед лицом света мгновенно, без борьбы и в изумлении все. Как это так? Ночь, казавшаяся такой надежной, такой, она вдруг раз и рассеялась. И тогда наполняется наши уста смехов. Это второй посылок Тигили. 126 Псалом очень связан с месяцем Кислев, в котором мы находимся. Дело в том, что в 126 Псалме сказано, что при возвращении Бога мы были как во сне. Сон это чувство месяца Кислев. А что означает грезище, как во сне? Есть несколько толкований написано. Первое, что возвращение в Сен это символ Геулы, то есть освобождение. И когда наступит освобождение, мы не поверим собственным глазам, как прекрасно и так далее. Вторая трактовка мудрецов. Еще неожиданнее. Только тогда, когда мы поймем, что придет освобождение, только тогда мы поймем, что мы были как во сне. То есть сейчас мы спим, а во время, когда придет, мы пробудемся и увидим, что действительно совершенно другая. Это не значит, что мы полные иллюзии. Это для человека так. Наша действительность это не иллюзия. Вот ее можно попробовать. Но она окажется такой вот, знаете, высокого уровня иллюзией. И третья трактовка еще интереснее, мудрецов. Она объясняет, что два первых объяснения верны. И настоящая действительность это дурной сон, такой разновидность сна. И грядущее освобождение будет невероятной, такой прекрасной действительностью. Это будет как бы сон тоже. И вот мы должны сделать перестановку. Иначе говоря, наша задача не просто проснуться, а перевернуться, перейти от глубокой спячки или вот этой бесконечной гонки жизни к исполнению мечты об исправленном мире. Ашкина зачитает этот псалом перед Берхатом Азовом. Перед благословением за еду. И это считается очень высокого уровня. Ну, последнее, что написано в древних книгах, что тогда, не дай бог, в семье умирают дети и происходит такое, то надо прочитать на каждую сторону света четыре раза псалом. И это тоже помогает. Ну, вот пока все. Брахавы от слаха. Брахавы от славы 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 от